Доброе утро! Грядет Пасха. В Евангелиях сказано, что Иисус был погребен в гробнице. Все ли знают, что значит слово «гробница»? Слово «гробница» означает «место, вытесанное в камне». Так что Иисус был погребен в камне. Итак, вот Иисус, и после Его смерти Он был погребен в скале. Иисус пришел, чтобы жить в наших сердцах. Но наши сердца были каменными. Мы отвергли Его в нашем каменном сердце из-за того, что для Него не было места в наших каменных сердцах. Иисус был погребен в камне. Иисус желал быть в нас, но в нас не было места для Него. Он был погребен в камне. Почему для Него не было места в наших каменных сердцах? Потому что наши каменные сердца наполнены нами самими. Я... У меня нет времени. Я лучше тебя. У меня есть своя жизнь. Моя жизнь сделала мое сердце каменным. Матфея, 24 глава, 12 стих, говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Люди станут холодными из-за умножения беззакония. Это а не что иное, как себелюбие. Беззаконие было найдено в Люциферии, и поэтому он был сброшен с небес. Исайя, 14 глава. Давайте мы с вами прочтем из книги Езекииля, 36-26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Мы будем говорить с вами из Псалма 90-го, и наше отношение к коронавирусу, к язве, которая распространяется по миру. Я хочу вести вас, как церковь, как верующих, в правильном мышлении. Наши сердца совсем другие. Бог изменил наши сердца и дал нам сердца плотяные. Мы способны слышать от Бога и быть ведомыми Богом. Псалом 90-й обучает нас, что мы отличаемся от этого мира. Есть что-то в нас, что сделал Бог по Его благодати. Я не всегда был верующим. Я был врагом Бога, и у меня было каменное сердце. Я думал намного больше о себе, чем о Боге и Его плане. Затем Иисус пришел в мою жизнь и дал мне новое сердце. В этом новом сердце у нас появилась способность поклоняться Богу. Мы поклоняющиеся люди, потому что Иисус в нашей жизни, и мы ходим с Ним. Пойдут ли двое вместе, не договорившись между собою, а Мосса 3.3? Как же мы можем согласиться с Богом, если у нас не будет сердца Бога? Через наше рождение свыше у нас новый дух и новое сердце, и теперь мы стали поклоняющимися Богу. Мы видим в Библии людей, поклоняющихся Богу, и как Бог ведет их. Это очень значительные вещи. Ной был поклоняющимся Богу. И посмотрите, что он сделал. Он построил ковчег. Этим утром я желаю, чтобы Бог назидал нас, ободрил нас во Христе, чтобы мы возрастали в благодати и познании Господа Иисуса Христа, чтобы мы были обучены тому, о чем будет говорить с нами Бог и Бог об этом времени. Мы не те люди, кто живет в страхе, но мы живем в месте убежища под покровом Всевышнего, под сене Всемогущего. Мы отменили Еврокон из-за распространения вируса, коронавируса. Мы заботимся о наших людях, о пожилых людях, которые более уязвимы для вируса. Мы изучали этот вопрос. Мы не были наивными. Мы очень смелы в отношении нашей веры и мудры по Божьей благодати. Когда люди страдают, часто они становятся смиренными, но не всегда. Иногда их сердце еще более ожесточается. Когда фараон был царем в Египте, и на него пришли казни египетские, он должен был смягчить сердце свое, но он ожесточил свое сердце. Так происходит из-за того, что сердце человека тайна. Иеремии 17,9. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Это учение, одно из основных учений нашей веры, оно называется «Учение о полной испорченности человека». «Человек может выглядеть хорошо, делать хорошие дела, выглядит достойно, но за всем этим стоит гордость». Псалом 35, со 2 по 5 стихи. «Сердце человека – сердце гордое». В Марка 7,21-22 Иисус перечисляет 13 вещей, исходящих из сердца человека. Это нет ни одного хорошего. Итак, 13 вещей, исходящих из сердца человека, и там среди этих вещей нет ни одного хорошего. Почему так? «Разве человек не может быть хорошим, говорит этот мир?» Я слышал всю мою жизнь, что в основном человек хороший. Окружающая среда делает его плохим. Недостаток денег, бедность, сложности жизни, семья, культура делают человека плохим. Бог говорит прямо и касается сути вещей. Римлянам 7,18 «Ибо знаю, что не живет во мне, говорит Павел, то есть в плоти моей доброе». Как же тогда доброта человеческого сердца, которую мы наблюдаем в жизни? Мы благодарим Бога за это, но если эти сердца будут испытаны, если сердца людей будут испытаны, они закричат, «Варавву! Варавву! Отпусти нам Варавву!» Что же мне сделать с тем, кто называется Христом? Распни Его! Такова природа человека. Когда Иисус умер на кресте, Его послание было таково. «Я не виновен, но вы распяли Меня как виновного». Но на самом деле вы все виновны, а я не виновен. Христос не виновен, а человек виновен из-за греха. Величайшая проблема жизни человека – его греховная природа, ну и, конечно же, дьявол. «Великая скорбь» – это время невероятного кризиса. Кризиса правительств, военного кризиса, экономического кризиса. Это время войны, болезней, эпидемий и других проблем. Это самое сложное время во всей истории человечества. «Великая скорбь» – это время массового поражения людей, когда умирать будут миллиарды людей, а не миллионы. «Миллиарды людей, а не миллионы. И большая часть населения Земли погибнет». Книга Откровения, 9 глава, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, люди будут умирать от язв во время великой скорби. Это не будет происходить в одни церкви, но после восхищения церкви. Мы находимся в начале скорбей, где происходит землетрясение по местам, голод и язвы. это маленькая магнитуда событий, которые будут происходить во время великой скорби. Главная мысль в том, что даже во время кризиса люди не раскаются в своих сердцах. они еще более сильнее рассердятся. Фараон в Египте не позволял Израилю выйти. Он не был согласен с Моисеем, он не знал Бога, он не смирился перед Богом. Человек раздражен. Почему Бог делает это мне? Почему Бог делает это моему ребенку? Моей стране? Я ненавижу Бога. Что происходит вообще? Здесь нет сокрушенности, но только каменное сердце. До времени великой скорби мы находимся на земле. Мы обнаруживаем нечто удивительное. Сейчас Бог распростирает свои руки, как Он сделал на кресте и показывает нам свою любовь, которая касается нас. Он посещает нас по Его благодати, влечет нас своей любовью, мы откликаемся Ему по вере, и Он дает нам новое сердце, сердце плотяное. Такие сердца были у многих людей в Библии. Они совершили замечательные вещи и стали замечательными людьми по благодати Божией. Иисус сказал, Царство Божие похоже на то, как сеятель сеет семена. И иное падает при дороге, иное на каменистую почву, иное падает в тернии, и иное падает на почву хорошего и искреннего сердца. Такое сердце у вас. Это ваше новое сердце, хорошее и искреннее, которое способно принимать семена Слова Божьего. И это Слово возрастает в нас. Поэтому мы сегодня здесь. Мои и другие люди из-за того, что в нас растет Божья семя, растет Божье Слово. В нашей жизни уже есть место для Бога. У нас есть место под кровом Всевышнего. Как у нас дела? Вы со мной? Вы понимаете? Я думаю, так. Да. Давайте мы перейдем в Псалом 90-й. Интересно, когда вы проповедуете, Бог может вести проповедь совершенно в другом направлении. знайте, мы можем остановиться здесь и продолжать изучать эту картину, размышлять над ней. Вы помните, как я рассказывал об одной встрече с человеком? Он был раздражен на Бога. Он не хотел говорить со мной. Сердце человека, если он сам по себе очень легко обидеть. Это очень интересная мысль. Его очень легко обидеть, легко ранить, легко обеспокоить, легко испугать. У человека есть желание его сердца. Некоторые из них греховные. Я думаю, я планирую совершать греховные вещи. у меня полно игрушек в моем сердце и нет серьезных вещей. Я прихожу в церковь. Продолжайте приходить в церковь и Бог позаботится о вас. Он будет вести нас, обучать нас. Мы будем принимать слово и возрастать в вере. У меня есть свои игрушки, я играю в них. Но вот у меня появляются значительные вещи, как говорит Иисус. Как, например, вечная жизнь. Когда вы говорите с кем-то на улице о коронавирусе, люди могут бояться того, что происходит, но в то же время вы говорите им что-то новое. Вы думали о смерти? Вы думали о Боге? Вы думали о небесах и аде? Вы ожидаете их ответа? вы говорите с теми, чьи сердца обеспокоены. Они обеспокоены, а вы нет. Они обеспокоены, а вы нет, потому что у вас есть вечная жизнь. Иоанна 5, 24. Святой Дух наш наставник и утешитель, и вы находитесь под кровом Всевышнего. Здорово, правда? Давайте мы прочтем из 90-го псалма. «Живущие под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоятся». Есть разница между гостиницей и домом. Что это за разница? Кто-то говорит, «Дома я живу бесплатно». Нет, не в моем доме. Что за разница между гостиницей и домом? Я заселяюсь в гостиницу, и сколько я там живу? Один день, два дня, три, четыре. «Но сколько дней я заселяюсь в мой дом?» Итак, я временно живу в гостинице, но постоянно живу в моем доме. Живущий под кровом, он живет там. Человек живет под кровом Всевышнего. Он не пришел пожить там. Он обитает под кровом Всевышнего. Многие люди не знают этого места. Это место убежища. Это место вашего обитания с Богом, где Бог с вами. Знаете, кто написал Псалом 89 и 90? Моисей. У Моисея не было дома. Где жил Моисей? Он жил в пустыне. Что же Моисей говорит? Псалом 89 1. Бог нам прибежище. Моисей, где ты живешь? Я живу в Боге. Бог место моего обитания. Лучше у меня будет духовная жизнь, чем постоянная забота о физической жизни. Люди ищут, как приобрести собственное жилье. Конечно, это важно. Я не отрицаю этого. А что если у вас есть дом, но у вас нет места прибежища в Боге? У меня есть дом для моего тела, но есть ли у меня дом для моей души? мне нужно место для моей души. Мне нужно место, где мое сердце и мой ум будут отдыхать. Мне нужно место, где я не буду беспокоиться и бояться. Мне нужно место, где я растянулся бы на ложе и подложил бы руки под голову. Я видел людей, у которых великолепные дома, но их душа находится в беспокойстве день и ночь. У людей есть такие дома, какие вам и не снились, но чувствуют они себя ничтожными, потому что у них нет дома для их души. У них нет прибежища, нет места под кровом Всевышнего. У Моисея был дом перед тем, как он вернулся в Египет. Бог сказал Моисею, возвратись в Египет. Моисей был обеспокоен тем, как поступят с ним люди в Египте. И Господь говорит ему, умерли все, искавшие души твоей. Моисей возможно сказал, опа, ну тогда я иду обратно. Моисей пошел и вернулся в Египет. Когда Бог с вами, Он с вами. Когда Бог благословляет вас, вы благословлены. Когда Бог ведет вас, Он ведет вас. Господи, веди нас вместо твоего прибежища. у Моисея было это место. В его жизни происходили удивительные вещи. Вам нужно это, и мне нужно это. Помните, нет разницы между нами и Моисеем. Иисус обеспечил нас всем тем, что было у Моисея и даже более. нам нужно место прибежища для нашей души. Но каменное сердце не имеет такого места. В каменном сердце очень много суеты и ожесточения. Иоанна 10 глава говорит, что люди хотели побить Иисуса камнями. У меня каменное сердце и я могу бросить мое каменное сердце в Иисуса, чтобы убить Его. Мы возненавидели Иисуса и погребли Его в нашем каменном сердце, в гробнице. Но Он победил наше каменное сердце своим воскресением, благодатью Божьей, умом Божьим, чтобы у нас было место прибежища и сердце плотяное. Это сердце способно принимать Божий ум и сказать, я не так важен. Знаете, я читаю книгу об амишах, о культуре амишев, о воспитании их детей. Я нашел очень интересные вещи об их культуре. которые идут параллельно духовной жизни. Они разговаривают на немецком языке, на определенном диалекте. Они начинают изучать английский в 6 лет, когда идут в школу. Я хочу сказать о том, что в этой культуре, когда ребенок растет в семье, он не является центром. Ребенок не центр всей семьи. Отец и мать центр семьи, а дети учатся. Учатся, как трудиться, как вести себя, как ценить родителей и не быть центром всей жизни. Есть такое понятие, родители вертолеты или стрекозы. Они постоянно кружат над своими детьми, чтобы быть уверенными, что их дети счастливы. Амиши не делают этого. Они не кружатся над своими детьми, чтобы они были счастливы. Все дело не в том, чтобы их дети были счастливы, но чтобы они становились ответственными, научились любить. Я знаю, что всем людям нужна Евангелие, как и этим замечательным Амишам. Некто говорит о них с большой любовью, но никто автоматически не рождается свыше. Я говорю о двух разных подходах к жизни. Когда ребенок занимает доминирующую позицию в семье, оттесняя отца и мать на второй план, это каменное сердце. Но когда Дух Божий обучает нас о жизни под кровом Всевышнего, это сердце плотяное. Мы говорим, Иисус главный. Дело не в нас, но в том, что делает Иисус. Что Он говорит, каков Его план и Божья воля. Если бы вы поговорили с Авраамом и Моисеем, они сказали бы, «Я желаю ходить перед Богом и доверять Ему». Бог позаботится о нас. Бог позаботится о нас. Не беспокойтесь. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Колоссяном 3.3. Знаете, это очень интересная тема в отношении Амишей, и я буду посещать вас в определенные мысли, которые касаются их. «Итак, Псалом 90-й, первый стих. Мы прочтем семь стихов из этого Псалма. Первый стих. «Живущие под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоятся». Желание жить под кровом Всевышнего, желание защиты, покрова, заботы. Это как птенцы находятся под крыльями своей матери, и их мать скрывает их под своими крыльями и заботится о них. Бог заботится о нас. Он распростирает свои крылья над нами. Мы говорим Ною, что происходит в твоей жизни? Он отвечает, у меня что-то есть на сердце. А что у тебя на сердце? Бог сказал, мне построить ковчег. Для чего? Он собирается что-то сделать, и он вложил в мое сердце построить ковчег. Я верю, что это в моем сердце. Часто в наших сердцах мы испытываем осуждение. Мы боремся с этим в наших сердцах. мы можем быть разочарованы в себе. Если мы спросим Ноя, Авраама, Моисея об этом, они скажут нам, я не заботился об этом. Мой Бог великий Бог, а я тот, кто поклоняется Богу. Авраам сказал бы. Я просто пошел куда Бог сказал мне. Это было в моем сердце, в моем платином сердце. Я тот, кто поклоняется Богу. А что насчет тебя, Ной? Он отвечает, в моей жизни было то же самое. Я строил ковчег. У меня даже сомнений не было, что это должно быть сделано. Это было абсолютно ясно для меня. Как это произошло с тобой, Ной? Это было в моем сердце. Мы живем с вами во время, когда мужчины и женщины живут вместе, не состояв браки. Я хочу сказать, что мы хорошенько изучили этот вопрос и увидели, а что же Божье сердце говорит по этому поводу. Брак это Божье установление. Он хочет, чтобы мы были серьезными в наших взаимоотношениях. Когда мы вступаем в брак, мы говорим, я женюсь на тебе, я говорю тебе да, я принимаю ответственность на себя, я хочу, чтобы ты была моей женщиной и моей женой. Вот так. Это все. Знаете, что процент разводов среди амишей менее одного процента. Есть ли у них проблемы? Есть. Есть ли у них проблемы в браке? Да. Но есть нечто большее, чем мое счастье. Я должен найти что-то большее. Я говорю так не для того, чтобы осудить кого-то, но подумайте со мной. Всегда ли я нахожусь под кровом Всевышнего? Нет. Всегда ли я нахожусь под сене Всемогущего? Нет. Есть ли у меня каменное сердце? Да. Отступаю ли я от Бога? Да. Но когда я отступаю от Бога, моя душа Лота постоянно была в беспокойстве, он знал, что что-то неправильно из-за того, что он праведник и дитя Божье. Его сердце должно было происходить что-то более серьезное, и именно этого он желал. Вы и я можем принимать такие же решения, которые приведут нас вместо Лота. Знаете, люди стали серьезно относиться к жизни из-за этого вируса. Они начали беспокоиться по этому поводу. Мы говорим им, вы готовы встретиться с Богом? Подумайте об этом. Я знаю, что вы играли в игры, были заняты своими игрушками, но вот смерть стучится в вашу дверь. Вы готовы встретиться с Богом? Нет, не готов. Я не хочу говорить об этом, и даже знать не хочу этого. Хорошо. Если тебе будет интересно, мы можем поговорить о Боге. Другие скажут, а что насчет вас самих? Мы скажем, у нас есть послание для вас. Бог любит вас. Сейчас время благоприятное. Сейчас время смирить себя перед Богом и сказать, Боже, спаси меня. Сейчас время прийти к Иисусу и сказать, спаси меня, Иисус, помилуй меня, прости меня. В такие дни мы живем. Мы живем в очень важное время, во время эпидемии язв, которые распространяются по всему миру. Кто же мы такие? Мы люди, обитающие под кровом Всевышнего и имеющие послания в своих сердцах. Второй стих говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Знаете, у нас есть форт Маккенри, который находился под осадой в 1812 году. Британские корабли были на расстоянии выстрела от порта. Их пушки стреляли на дистанции 2 километра, а пушки порта стреляли только на дистанцию полтора километра. Пушки порта не доставали противника, а пушки с кораблей забрасывали порт снарядами 24 часа. Но порт стоял. Наш Бог прибежище наше, крепкая крепость. Форт Маккенри выстоял и послужил своей цели. Но наш Бог никогда не будет захвачен кем-то, как бы в него не стреляли. А мы там, в нем, под его крыльями. Он заботится о нас, знает нас, живет в нас. Он записал наши имена в книгу жизни. Наш Бог стоит за нас и защищает нас. Третий стих. Он избавит тебя от сети ловца. В этом мире многие могут поймать вас. Сеть ловца это сеть того, который ставит сети на птиц. Ловцом может быть плохой бизнес, партнер. Он может поймать вас в сети. Сети в этом мире повсюду. Сети во взаимоотношениях с женщинами, с мужчинами. Есть сети для детей, для подростков, для школы, для рабочих, для управляющих, для компаний. Мир наполнен ловцами, которые ловят людей как птиц. Третий стих. Избавит от гибельной язвы. Это коронавирус. Правда? Да. Да. Так точно. Здесь так и сказано. Что же сделает Бог? Он избавит меня от гибельной язвы. Четвертый стих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Истина. Когда Моисей умер, никто не знал места его захоронения, кроме Бога. Израильтяне никогда не нашли тело Моисея, и они подумали, что он исчез. А Бог сказал, Моисей, раб мой, умер. И Израиль провел 30 дней в плаче. Затем Бог говорит Иисусу Навину, будь тверд и мужественен. Не обучай ничему, кроме Слова Божьего. Пусть Слово Божье исходит из твоих уст. Если слова Мои не будут отступать от уст твоих, и ты будешь жить каждым Словом Божьим, тогда, куда бы ни ступила твоя нога, я отдаю тебе это место. Иисус Навина 1.5 Только будь очень тверд и мужественен. Верь тому, что я говорю. Иисус Навин мог бы сказать, но Моисей, Господи, он же был человеком Божьим, он вышел, вывел нас из Египта, он молился за горькую воду, и она стала сладкой, он дал нам манну с неба, по его молитве прилетели перепела, все что было у нас, все пришло к нам через Моисея. Бог мог бы сказать, да, ты прав. Но кто был человеком, который знал меня, ходил со мной, у него было плотяное сердце. У вас есть плотяное сердце, в котором вы говорите, я хочу изучать Библию, я хочу обучаться вере, я хочу знать Божье сердце. Мы входим во время скорбей в этом мире, и нам нужно плотяное сердце. Мне нужно плотяное сердце, потому что я хочу обучиться любви, хочу жить по вере, принимать то, что говорит Бог через слово. Я не хочу гневаться на Бога, не хочу отвергать Его Слово, не хочу быть несогласным с Ним. Я хочу иметь плотяное сердце, чтобы принимать, что Он говорит. Пятый стих. не убоишься ужасов в ночи. Я не знаю, как вы, но я не смотрю новости на ночь. Это ужас. Ужас. Да, у меня есть, что сказать о насилии на улицах Балтимора. Я разгневан на то, что происходит на улице. Это полностью неприемлемо. Я не согласен с этим. Я разгневан на это. Это убийство и беззаконие, и все это неприемлемо. Это неправильно, это противоречит нашей природе. Я отказываюсь принимать это. Это ненормально. Это каменное сердце, полное беззаконие, и все это происходит перед нашими глазами. Но в нас есть плотяное сердце. Мы плачем с плачущими, мы заботимся о людях, мы думаем и сражаемся с этим. Мы говорим, мы не принимаем такое положение вещей. Мы обитаем под кровом Всевышнего и поэтому мы можем изменять вещи. Мы обитаем под кровом Всевышнего и можем быть активными. Мы обитаем под кровом Всевышнего, поэтому мы можем быть серьезными в отношении серьезных вещей. Мы обитаем под кровом Всевышнего, поэтому мы можем приходить в церковь. Мы обитаем под кровом Всевышнего, поэтому мы можем жить по вере. Мы обитаем под кровом Всевышнего и поэтому мы можем ехать на миссию и быть миссионерами в городе Балтимори. Пятый стих. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем. Есть стрелы, которые летят в нас во время дня. Они могут перелетать от одного дома к другому, от одного звонка по телефону к другому, но они не касаются меня. Я не обращаю на эти стрелы внимания. Они могут быть стрелами скандала, которые ничего не имеют общего с реальностью. Будьте осторожны с тем, в какую драку вы ввязываетесь. Не скатывайтесь до уровня сплетен. Это все стрелы. Это не я. Люди могут говорить плохие вещи о вас, но самое важное то, кто вы. Помните историю одного парня из города? Ему позвонили, и низкий голос сказал ему, «Убирайся из города, потому что я все знаю». Этот человек собрал вещи и убежал из города. Это был звонок пранка. Это была шутка. Я знаю все про тебя. Это притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не годится за ним, а праведник смел, как лев. Когда вы обитаете под кровом Всевышнего, у вас есть уверенность в отношении того, кто вы. Сплетни не касаются вас. Вам не нужно защищать себя, сражаться бессмысленным сражением. Ложь есть ложь, а вы живете в истине, которая продолжает идти. Шестой стих. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Мы молимся за людей, которые пострадали от торнадо, которые заражены вирусом, но в то же самое время мы и с вами не живем в страхе. Но у нас есть сердце плотяное, которое радуется тому, что наш Бог есть наш Бог, и Он заботится и покрывает нас. Седьмой стих. «Падут подли тебя тысячи и десять тысяч адесную тебя, но к тебе не приблизятся». Когда дьявол говорил с Иисусом, он желал этого разговора с Ним. Он поставил Иисуса на крыло храма и сказал, «Бросься вниз, ибо написано». Иначе говоря, «Библия говорит». «Библия говорит, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Это ссылка из Псалма 90, 11-12 стихе. Я вижу, как дьявол надсмехается над Библией. Бог же сказал, что он будет охранять через своих ангелов. Ха-ха-ха! Думаю, что дьявол желает использовать этот Псалом так. Бог не сможет защитить тебя. Он не избавит тебя. В отношении тебя это не сработает. Знаете, у нас есть власть говорить дьяволу, «Не искушай Господа Бога твоего». Мы используем Писание не для того, чтобы искушать Бога, но в смирении говорим Богу, «Я верю тебе, ты будешь защищать меня, помогать мне, ты поведешь меня, ты живой Бог, ты делал». Это много раз и будешь делать еще. Какая бы ни была твоя воля, я подчиняюсь ей, потому что у меня плотяное сердце. Ты дал мне его в момент моего рождения свыше, я возрастаю в нем по вере, принимая, что ты говоришь мне, и ты служишь мне в нем. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего Спасителя, обратитесь к Нему сейчас и скажите, «Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, спаси меня». Аминь.